так ребят купили мы свиной карбонатик сегодня подготовили емкость свиной карбонатик мы помыли обсушили бумажным полотенцем начинаем солить и так засолили наш карбонатик свиной соли поваляли снизу в эту емкость насыпали из крупной соли постель дальше по бокам везде все соли просыпали как раз в нашу емкость влез карбонатик на два с лишним килограмма одеваем фасовочный пакетик зубочистками делаем дырочки чтобы наш продукт не задохнулся и на двое суток холодильник ребят делаем и так ребят здравствуйте еще раз карбонат наш пролежал в соли двое суток я его промыл под холодной водою в емкость положил налил холодной водою залил холодной водой точнее смотрите какое темное мясо получилось и теперь на три часа его залил холодной водой через каждые полчаса будем водичку менять из расчета почему мы будем водичку меня чтобы он сильно соленый не получился многие как обычно спросит а почему сильно соленый получится зачем столько много соли ребята объясняю если много мало соли насыпать в карбонат то влага выделяемая с помощью соли из карбоната будет оставаться в лотке для засолки и наш карбонат будет лежать постоянно в воде я специально добавляю много соли чтобы наш карбонат не был в воде ну и кстати двое суток он пролежал соли в это как вам сказать соль суховатая на два с половиной на 2 200 килограмм карбоната у мне ушло полтора килограмма соли просто по краям просыпал снизу сверху и все удовольствие как тут так и так тут у нас петрушка зелень дальше получается паприка красная сладкая чеснок рунелированный базилик и розмарин все это в ступе перемолота высыпано в эту емкость мясо наше обсушилось с помощью бумажных полотенцев все специи натерлось вот так теперь сейчас заворачиваем марлю в один слой и в сушку на пару суток и так ребят карбонатик наш обвалялся специях в марлю в один слой завернулся ниточкой потуже завернуть это перетянули чтобы была форма карбонатика сейчас показываю что тут как блок питания у нас работает на 12 вольтах сейчас это на сутки будет 12 вольт а потом дальше видно будет вот смотрите вот так карбонатик со специями завернуты марлю висит наши сушки кладем крышечку назад хоп дальше смотрите видно как вентилятор один крутится видно как вентилятор второй крутится вентиляторы по мощности разные один 17 017 ампер другой 023 ампера но это будет все потом переделываться по одну мощность вентиляторы суть дела в чем даже в разной мощности все равно все это работает еще раз повторяю на сутки 12 вольт а потом на 5 или на 6 вольт оставляю потому что камера не показывает но по-моему видно как газетка а вот все видите как марли шевелится внутри и газетка тоже подсиленная но подселил газетку на низ ящика шевелится все ветерок есть вот здесь вот дырочка сбоку чуется ветерочек выходит значит все нормально но сушка уже ребят самодельно не первый раз проверяется работает все слава богу хорошо карбонатик сушки пробыл ровно неделю пополам разрезал даже марлю еще не снимал вот смотрите который какой на срезе карбонат получается прослойка немножко жестковатая чуть-чуть жестковато потому что с просушен хорошо под вентиляторами а вот на срезе какой получается аж на солнышке просвечивается подписываемся на канал ставим лайки ставим дислайки пишем комментарии